У потерявшихся в лесу становится больше шансов на спасение. В Жуковском районе прошел федеральный конкурс, где лучшие инженеры страны представили свои разработки беспилотных поисковых аппаратов. Некоторым дроном теперь даже оператор не нужен. Почему, расскажет Валентин Васильев. Это упала спасательная капсула. В ней спички, лекарства, портативная рация. Можно загрузить сюда все, что угодно, и при помощи беспилотника доставить пострадавшему. До килограмма. Закинуть на 10 километров. Инженеры из Тольятти сделали этот дрон сами. Здесь камера, тепловизор и очень мощная батарея. Собственная ноу-хау. Самая главная цена почти в 4 раза дешевле зарубежных аналогов. Таких разработок на федеральном конкурсе «Одиссея» десятки. Лучшие умы России собрались в Жуковском районе, чтобы найти идеальное решение в поиске людей. В нашей стране ежегодно в лесах теряются больше сотни тысяч человек. Новые технологии должны сократить время поисковых операций. Зимой это очень ограниченный период времени, за который нужно найти. Летом это огромное количество сложных лесных условий. Это лесная среда, кроны, разливы, болота и так далее. И при этом, конечно, сократить количество добровольцев на каждом поиске. Потому что сегодня в среднем по статистике, которую дают именно добровольческие отряды, на поиск одного человека нужно направить 100 человек, чтобы с очень высокой долей вероятности его найти. На борту стоит компьютер и система распознавания человека через нейросеть. Этот дрон, собранный московской командой, как раз должен решить проблему человеческих ресурсов. Он сам может отличить пострадавшего, например, от дерева, и тут же передает сигнал оператору «Обнаружен человек». При этом он самостоятельно летит по лесу и обходит любые препятствия. А если представить, что таких дронов чаще можно запустить десяток, тогда и помощь поисковых отрядов не нужна. По этой миссии выполняем, когда у нас летит несколько таких аппаратов. Вот они летят параллельно, как роясь аппаратов, да, в лесу. И один летит, как ретранслятор над ними, вот используются. Соответственно, те, которые находятся в лесу, они решают задачу распознавания, и задачу навигации, то есть они должны долететь до окончания своего маршрута, и по этому маршруту детектирует человек. Если он там есть потерянный, оператор об этом должен узнать. Некоторые экземпляры удивили членов экспертного жюри. Здесь представили системы, граничащие с военными разработками. То, чего иногда так не хватает поисковикам. Самые перспективные изобретения разделили между собой грант в 6 миллионов рублей от благотворительного фонда «Система». И это только один из этапов конкурса «Одиссея». В июне конструкторы вновь соберутся в Калужской области, чтобы побороться за 24 миллиона рублей. Валентин Васильев, Сергей Ким, телекомпания «Ника ТВ», Жуковский район.